Добрый вечер, дорогие зрители, онлайн-трансляции 17-го международного конкурса имени Чайковского в номинации «Скрипка». Сегодня третий, заключительный день конкурсных прослушиваний первого тура, и мы рады приветствовать вас здесь, в малом зале Московской консерватории, где и проходят прослушивания первого и второго тура. Мы рады приветствовать вас здесь, в маленьком зале Консерватории, где номинация в номинации «Пиано», и в большом зале Московской консерватории номинации «Пиано». Егор, ты же знаешь, что сегодня нам предстоит долгий день, потому что третий, финальный, заключительный день конкурсных прослушиваний первого тура — это что? Это объявление результатов первого тура, и это произойдет сегодня вечером в конце этой трансляции, после того, как финальные конкурсанты отыграют свои конкурсные произведения, конкурсную программу. Безусловно, это одновременно и радостно, и грустно, потому что, конечно же, хочется узнать, что будет дальше, кто пройдет, кто продолжит участие в конкурсе, но в то же время ты понимаешь, что это часть конкурса, часть соревнования, что кто-то все равно должен не смочь пройти дальше. Мы говорим о том, что будет у нас впереди, то есть кто сможет пройти во второй тур, но сначала нужно дослушать всех конкурсантов первого тура, их у нас в ближайшее время четверо. Это большие программы с обязательными произведениями, о которых, я надеюсь, вы помните, и интересно будет посмотреть, что же каждый из конкурсантов выбрал как необязательное сочинение. Безусловно. Мы сказали о том, что в ИВУ уже, безусловно, за эти три дня запомнили, что в Московской консерватории в двух залах проходит прослушивание в номинациях скрипка и фортепиано. В Санкт-Петербурге остальные четыре номинации проходят, слушают участников. Это виолончель, медные духовые, деревянные духовые и, безусловно, сольное пение. Мы предлагаем вам прямо сейчас перенестись в Санкт-Петербург и посмотреть небольшую заметку из нашего видеоблога. So, let's go to St. Petersburg and look at our colleagues. Let's take a look at the small part of a video blog from the northern capital of Russia. 17-й международный конкурс имени Петра Ильича Щековского, который проводится в двух наших столицах — это Москва и Санкт-Петербург. Деревянные духовые в деревянном прекрасном зале Репина. Ну, храм искусства. Очень часто в соборах вот такой высокий потолок с куполом, и это дает очень хорошую возможность для духовых инструментов в плане акустики. Это и летящий звук, и свобода звука. Здесь буквально в двух шагах Финский залив. Природа очень красивая, и, конечно, так завораживает, ты так непривычно себя чувствуешь. Обычно же это все-таки в черте города где-то вот. Акустика здесь хорошая, и ты чувствуешь, как ты в лесах, потому что там есть очень большая дверь, и через это ты можешь увидеть огромный, огромный деревянный. Это действительно, ты окружаешься с натурой, и ты чувствуешь, как ты в лесах. Это круто. Свежее дерево – это огромное окно, за которым колышутся ветки, в зависимости от погоды. Там то бурное движение листвы, то неподвижный силуэт. Это очень красивая, вдохновляющая обстановка. Ну, судя по акустике, как мы слышали сегодня аплодисменты, когда каждый участник выходил, я думаю, то, что очень хорошая, и мне, честно говоря, немного напоминает акустику, как в церкви. Зал действительно особенный, очень красивая подсветка, помимо того, что очень интересно он оформлен. Потом вот эта вот разрачная крыша, потом вот это вот строение, тоже это же дает определенный акустический эффект. Какой-то оптимальный баланс, то есть, с одной стороны, зал, безусловно, не сухой, акустика, звук летит, звук формируется, продолжается в воздухе, да, но при этом он достаточно четко передает артикуляцию. Конечно, мы все всегда работаем с акустикой в самых хороших залах, но здесь корректура своей игры относительно акустики минимальна, просто минимальна. И это тот редкий случай, когда хорошо звучит и на сцене, и в зале. И ты более-менее представляешь на сцене, что будет звучать в зале. И что еще очень важно, что с любой точки сцены ты очень хорошо слышишь своего партнера, потому что иногда бывает, что зал превосходный, но есть некая зона, за которую нельзя заходить. А все исполнители очень разные. Кто-то активно движется, кто-то привык стоять справа, кто-то слева, кто-то может уйти в процессе, кто играет наизусть. И здесь, к счастью, ансамблевый контакт не зависит от этого расположения. Это очень ценно, это редко бывает. Пока вы были в Санкт-Петербурге, дорогие зрители, у нас прозвенел первый звонок, который оповестил всех зрителей, которые пришли, можно сказать, чтобы посмотреть финишную прямую уже сегодняшнего дня, сегодняшних прослушиваний, о том, что пора заходить в зал, занимать свои места согласно купленных билетов. Кстати, насчет билетов. Помнишь, что всегда можно купить билеты на прослушивание на официальном сайте конкурса Чайковского, чайковскийcompetition.com и в разделе расписания там доступны билеты. И вот, кстати, в зал Репина нужно записываться отдельно, там по предварительной записи, если, опять же, на сайте все найти в указанном разделе, можно внести, когда вы собираетесь посетить этот камерный зал для прослушивания номинаций, деревянные, духовые инструменты, и вас обязательно туда пустят в свободном полете. Я хочу напомнить вам, что вы можете всегда купить билеты для билетов, для любого ряда для соревнований. Вы должны идти по официальным сайте чайковскийкомpetition.com, найти билетов, и покупать билеты в этом билетов. Но если вы сейчас в Санкт-Петербурге, вы можете идти по официальным сайте, билетов, написать имя в форме, и выбирать правильный момент, когда вы хотите идти по слушанию музыкантов. В малом зале Московской консерватории, где проходит прослушивание в номинации скрипка, практически всегда sold out, всегда нет мест. Мы с Егором хотели поддержать и поинтересоваться, полюбопытствовать несколько, что происходит в Большом зале, посетили одно из прослушиваний, и, конечно, атмосфера очень похожа. Единственное, что в Большом зале консерватории, конечно, зал намного больше, и публики намного больше, но такая же теплая атмосфера, такой же радушный прием, такое же волнение за всех участников и в номинации фортепиано в том числе. Полностью согласен с Ксенией, все ощущается, прям на пределе находятся все, потому что все волнуются, и это ощущение третьего дня, оно распространяется на всех. Так, давайте все-таки вернемся в малый зал консерватории, к скрипачам, и продолжим нашу добрую традицию знакомства с нашими конкурсантами. И следующая конкурсантка это Александра Ли, она подготовила свою видеовизитку, и она сейчас перенесет нас еще дальше, даже не в Санкт-Петербург, а совсем в другом направлении. Давайте познакомимся и с этой конкурсанткой. Давайте посмотрим на видеокарт нашего следующего конкурсантка Александра Ли. Она родилась в Приморском крае, в гостях России. Она отчетовала от Рождественного колледжа музыки в Лондоне и от Манхаттанского школа музыки. Давайте посмотрим. Здорово! Здорово! Меня зовут Александра Ли. Я буду русский-корейский violinист. Я 28 лет и сейчас живу и работаю в Сириусе. Это Олимпийская городе в Сочи. Я из-за влодинга России, из Владивосток. Когда я 9 лет я moved в Москву учусь в Центральной музыке школе в студии Эдуард Градж. После гаджистики я в Лондоне получил бачу бачу от Роял колледж музыки в докторе Феликс Андреевский. Потом я продолжил мою обучение в Нью-Йорке в Манхаттанском музыке. Я получил мастер в студии профессора Алберт Марков. Я очень рада и счастлива к себе студент профессора. Сегодня это так ред в моем мнении встретить ментор не только музыкан, но и человек. В моем мнении это очень важно иметь sources inspiration для всех людей, но особенно для арт работников как мы музыкан. И для меня эти sources Существующие инспирации являются the sea, the mountains, just the gorgeous views, which I have here. So, I feel very lucky. В my free time, I love taking walks with my dog at the sea. It really calms me down and helps me to recharge my energy. So, I just love it. I am very looking forward to meet all of the participants and the jury at the Tchaikovsky competition, which starts very soon, and I wish the best of luck to all of the participants. And now, you need to comment, of course, the visit to Alexandra Eli, because she presented herself on English, although she is a member of Russia. And, of course, it is a breeze, it is a sea, which draws a look at the view of the sea. This recording was made on the border of the Tchaikovsky, because Alexandra Eli is a concertmaster of the Tchaikovsky symphony orchestra. She also accomplished the College of Music in London and Manhattan School of Music. And, of course, she plays on the script for a French musician. This is the first French musician, with which we are familiar with. And the master of this is called Annare de Rosé. Well, this is also an antiquarian script. Yes, yes, yes. We will explain that, of course, a little bit later. It is interesting, always interesting, what the instrument is that a competition on the scene. So, let's take a look at the video card of our next contestant, Hei Sui. Hello, everyone. My name is Xu He. I come from Harbin, China. Now, I study violin with Professor Marcus Wolff in Conservatory for Music and Theatre Munich. I am very glad to participate in this competition. It is my first time to play with so many professional players worldwide. So, I feel also a little bit nervous at the same time. Besides music, I also like to do some sports, such as badminton, ping pong, and even kung fu. These are the ways which I entertain myself. Now, I'd like to show you one of the practice rooms in my school. Yes, not so beautiful. We have more beautiful ones. But, yes, it's okay. And today I practice here. This is my violin. And I practice for the fight. Bye-bye. 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 Look, after something. Then you can't be able to afford this concert to Hерan um ochentυ él. And that's gone. Oh, it's true. Это правда. Действительно, это так, потому что, да, мы слушаем постоянно обязательную программу, да, как мы говорили членам жюри, которые приходили к нам сюда в эфир, о том, что, да, им надо 25 раз прослушать 24-й каприз погонения. Но я очень надеюсь, что, и я уверена, что это так, что ни одного одинакового исполнения, ни одной одинаковой интерпретации просто не может быть в этом конкурсе. Да, каприз — очень красивое произведение, и вообще на конкурсе это, можно сказать, традиционно. Это обязательная часть конкурса, который исполняется буквально с самого начала конкурса. Да, потому что так складывается обязательная программа «Вальс Керца», как ты помнишь, это произведение Чайковского, а без произведения Чайковского на конкурсе вообще что делать? Как не это произведение? Как мы сегодня, слушая с тобой пианистов, слышали «Думку», да, и это тоже является обязательным произведением. И действительно вспоминаю, что нужно обязательно сыграть как у пианистов, так и у скрипачей. Помнишь, я говорила о том, что это произведения разных эпох должны быть представлены, поэтому обязательно есть произведение Баха, обязательно есть погонения у скрипачей, обязательно есть Чайковский, потому что это конкурс Чайковского, и как раз самое необычное, непосредственное высказывание конкурсантов — это его выбор. Мы слышали Ваксмана с темами Кармен, и сегодня мы слышали Фролова с темами Гершмина из Порги и Бес. Много разной музыки могут представить конкурсанты. Я считаю, что как правило, это как правило, в смысле как регламент конкурса, действительно очень такое верное решение, потому что обязательная программа помогает как-то установить планку и понять уровень конкурсанта. А затем, исходя из той программы, которую он выбирает сам, можно понять, как он видит себя, что ему приятнее, интереснее, на что ему больше хочется обратить внимание. Кстати, некоторые наши конкурсанты, например, Леонид Железный, сам говорил о своих стилистических предпочтениях, какую музыку он любит больше. Поэтому это очень интересная часть именно произведения, которые оставлены на выбор самих конкурсантов. Итак, мы просто говорили о программе. У нас есть обязательные композиции. Они являются Каприцы по Поганине, 24-й Каприцы, Чикона из Патита, и, конечно, Волл Скаирсо по Чайковски. Также есть программы, которые выбраны от конкурсантов. Они выбирают что-то, что они хотят. И, конечно, я не могу в данном случае не вспомнить вообще про историю конкурса, потому что, вспоминая первый конкурс международный, о котором мы сегодня уже говорили, и в связи с именем Шостаковича, потому что и первый конкурс с его именем связан. Так вот, на первом конкурсе имени Чайковского были только две номинации. Это скрипка и фортепиано. И мой любимый факт, что они происходили не одновременно. Интересно, пианисты слушали скрипачей или скрипачи слушали пианистов в итоге? Думаю, обязательно. Кстати говоря, если бы тогда была онлайн-трансляция, как есть у нас сегодня, то зрителям не пришлось бы выбирать. Да, между разными направлениями. Можно было бы совершенно спокойно смотреть сначала скрипачей, которые выступали первыми, и потом через несколько дней, через перерыв, послушать пианистов, которые выступали вторыми. И теперь, раз у наших зрителей онлайн-трансляций есть выбор, они всегда могут его сделать либо на официальном сайте в подборке. Это любое из шести направлений. На официальном сайте конкурса чайковскийcompetition.com и в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе конкурса всегда можно найти подходящую трансляцию. Все трансляции остаются в записи, доступны круглосуточно. Можно посмотреть их хоть днем, хоть ночью, хоть вечером, хоть одновременно сейчас, и запись поставить, и на другом экране, например, вывести онлайн-трансляцию из любой из шести номинаций, и наслаждаться, безусловно, всеми музыкальными конкурсными прослушиваниями. В начале 1958, когда первая соревнования была проведена, зрители, зрители, зрители могли бы сначала смотреть violонные игроки, а затем, в маленьком паузе, они могли бы посетить пианисты с аудиторией. И, например, сегодня мы имеем огромное возможность увидеть все это в жизни и выбрать, на какой номинации вы хотите больше. Итак, первое, вы должны идти на веб-сайт чайковскийкомпетитショн.com, или вы можете использовать российский социальный сет, вы можете visit официальный групп в ВКонтакте чтобы узнать чайковский компетит, и чтобы смотреть любую номинацию, которую вы хотите. Что? Совсем скоро все начнется. Ты готов слушать следующих конкурсантов? Я готов. Мне кажется, это обязательно нужно сделать, потому что это четыре финальных третий звонок. Третий звонок. Говорит о том, что пора занимать окончательно свои места, наслаждаться, настраиваться, потому что на прослушивание конкурсантов тоже необходимо настроиться, как и им самим на то, чтобы выступить. Скажу тебе честно, в самом начале прослушивания первого тура был, безусловно, уровень волнения зашкаливан. Да. Потом как-то все успокоились, все как-то настроились на такой рабочий, скажем, лад, все были внимательны, все были, безусловно, очень тепло, и что особенно радует, очень нежно принимали всех участников, а теперь снова это волнение возвращается. Мы как будто снова вернулись сюда, в начало. Все верно. Ну что ж, это и правильно, это должно так и быть. Это конкурс, и волнение — это часть любого конкурса. Ну что ж, дорогие зрители, предлагаем вам перенестись на сцену малого зала Московской консерватории и посмотреть двух номинантов из категории скрипка. Таким образом, давайте посмотрим на сцену маленького зала Московской консерватории — «Виолин номинация». «Корр programors» чтобы Before the летний дружище Продолжение следует... 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 Концертмейстер группы Альтов Оркестра Берлинской Филармонии, Профессор of the Habit von Karajan Academy, Виолосолист of the Berlin Philharmonic Orchestra, Вильфрид Штрелле, Германия, Germany. Председатель жюри, народный артист СССР, профессор, the chairman of the jury, National Artist of the USSR, профессор Виктор Третьяков, Россия, Russia. Участник номер 22. Participant номер 22. Ли Александра, Россия, Russia. Иоганн Себастьян Бах. Чикона и спортиты для скрипки соло номер 2, Ре-минор. Никола Паганини. Каприз номер 10, соль минор, каприз номер 24, Ле-минор. Эрнэш Шассон. Поэма ми-бемоль минор, сочинение 25. Петр Чайковский. Вальс с керца, сочинение 34. Концертмейстер. Волкова Александра. Иоганн Себастьян Бах. Шакан фром-патита фасола вайла, номер 2, in D-майнер. Никола Паганини. Каприз номер 10, in G-майнер. Каприз номер 24, in A-майнер. Эрнэш Шассон. Поэм НИ-флот майна, опус 25. Петр Чайковский. Вальс с керца, опус 24. Аккомпанист. Волкова Александра. Аккомпанист. 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 Участник номер 23. Patric 뿌리. Сюйхэ. Китай. Чайна. Иоганн Себастьян Бах, Чекона и Спортиты для скрипки соло номер 2, ре минор Никола Паганини, Каприз номер 1, ми мажор, Каприз номер 24, ля минор Петр Чайковский, Вальс с Керца, сочинение 34 Людвиг Ван Петховен, Романс номер 1, соль мажор, сочинение 40 Эжен Изаи, Саната для скрипки соло, ре минор, баллада, сочинение 27, номер 3 Концертмейстер, Двозкина-Мария Иоганн Себастьян Бах, Чакон фронт Патита для скрипки соло, винор, номер 2, в D-майно Никола Паганини, Каприз номер 1, в E-майно Каприз номер 24, в A-майно Петр Чайковский, Вальс с Керца, сочинение 34 Людвиг Ван Петховен, Романс номер 1, в G-майно, сочинение 14 Юджини Зай, Соната для соло, винор и D-майно, баллад, оп. 27, номер 3 Аккомпанист, Двозкина-Мария Аккомпанист, Двозкина-Мария Аккомпанист, Двозкина-Мария Аккомпанист, Двозкина-Мария Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что же, дорогие друзья, стоит ли повторять, что мы находимся в малом зале Московской консерватории? Стоит. Повторять? Стоит. Мы находимся в малом зале Московской консерватории. Специально повторю. Ксения любит, когда я повторяю это. Это важная информация, действительно, об этом не стоит забывать. Потому что именно здесь проходит первый тур, и второй будет проходить тоже здесь. В номинации «Скрипка» 17-го международного конкурса имени Чайковского. Очередной участник завершил свое выступление. И тут можно смело сказать, что сейчас у нас идет эфир, и сразу после нашего эфира мы выходим... Но тут я не могу не прибегнуть к шаблонам. Мы выходим на финишную прямую. Остается всего лишь два конкурсанта, которые представят свою программу. После этого члены жюри удалятся на обсуждение. И все это время мы будем с вами до объявления вердикта жюри, кто же станет полуфиналистами, то есть кто выйдет во второй тур, кто сможет выйти на эту сцену уже с другой программой, программой второго тура. Ну что же, хотел бы немного... Мы с тобой как раз закончили прошлый эфир на нашей любимой рубрике «Исторический экскурс». Исторические заметки. Конкурс, который мы сейчас называем первым, он фактически не носил имя первый конкурс имени Чайковского. Это был конкурс имени Чайковского. Международный. Международный конкурс имени Чайковского, да. И только уже став регулярным, соответственно, начался отсчет как от первого. Но что его сделали регулярным? Когда он планировался, естественно, это должно было быть, и так и случилось, огромное, масштабное, важное и очень заметное на мировой музыкальной арене состязание, но пошел такой резонанс, и о нем заговорили, узнали про этот конкурс во всем мире, и огромное количество желающих появилось, которые захотели принять участие. И тогда уже Никита Хрущев подписал указ о том, чтобы присвоить конкурсу, скажем, статус регулярного состязания. Регулярного состязания, как Олимпиада практически, раз в четыре года. И затем уже на втором международном конкурсе появилась новая номинация, это была номинация виолончели. И чем дальше развивался конкурс, тем становилось яснее, что так продолжительно, последовательно не могут состязаться музыканты, что это нужно делать одновременно в разных залах. На третьем международном конкурсе появилась номинация сольное пение, и еще одно нововведение, которое произошло, уже произошло в 2019 году. На шестнадцатом международном конкурсе добавились две номинации, это деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты. В 1958 году, когда первая Чайковский конкурсия появилась в Москве, здесь, в Москве, были две номинации. Они были «Виолин» и «Пиано». И в 1962 году «Челло» добавил эти две, и после «Виолин» и «Виолин» и «Виолин» и «Виолин». И в 2019 году эти четыре добавили еще два номинации, это «Виолин» и «Виолин». Я думаю, что самое интересное, что мы можем предложить в «Антракте», в перерыве между участниками, двое из второй части третьего дня конкурсных прослушиваний первого тура уже сыграли свою программу, двое впереди, это уже самые-самые финалисты, ты совершенно прав, мы примея некуда этого финиша, мы видим его практически уже лицезреем его, но хочется еще погрузить наших зрителей, трансляции в дух конкурса, в дух состязания, узнать нечто большее и о них, и об особенностях взаимодействия с другими музыкантами. Поэтому у нас впереди еще встреча с нашим гостем, но не только взаимодействие между музыкантами происходит на сцене, самое важное, особенно когда исполнитель сольно выступает, взаимодействие с его инструментом. Мы так часто говорим не только о... Можно видео-визитки делать и о инструментах в том числе, и одна такая видео-визитка у нас есть. Да. So let's take a look to the video about how participants choose their instruments they will perform with. У меня родители музыканты, мама пианистка, папа скрипач, и вот так получилось, что с 5 лет я занимаюсь на скрипке. В 5 лет я вряд ли мог об этом задумываться, вообще чем я хочу заниматься в будущем, но как-то родители, в общем, можно сказать, на этом настояли, а потом мне через какое-то время, какое-то количество лет это понравилось самому, и теперь, конечно, я понимаю, что я сделал правильный выбор. На инструменте, который сейчас у меня в руках, я играю с 2009 года. Я думаю, что музыкант в какой-то момент должен найти свой инструмент, который он очень хорошо знает, с которым он уже как родственная душа, и поэтому я такой инструмент нашел, и на нем и играю. Есть скрипки, которые отвечают буквально сразу с первого нажатия, а есть инструменты, которым нужно чуть поддать, а есть, которым, наоборот, ты пытаешься больше силы приложить, а они не отвечают. Моя, тонкая, утонченная, но дает жару. Скрипка итальянского мастера середины 18 века это не целая скрипка, а семь восьмых, но ее возможностей предостаточно. Моя педагога как раз из школы лет 11-12 назад дала этот инструмент, но не подарила. А дала как бы в пользование. С тех пор я с ней не расстаюсь. Я знаю все ее возможности и знаю, как можно с ними обходиться, с этими возможностями. Но если на ней не играть, она обижается и не звучит. Так происходит. Когда я был 4 лет, мои родители Они хотят меня развивать интересы, поэтому они меняли в магазине музыки. Я выбрал байолин, потому что я думаю, что это очень красиво. Это был праздник в Синкапуре Виолином Компетитии. Они дают мне три года. Это известный инструмент, пресенда. Это было сделано в 1840 году. Это инструмент легко показать, что я могу показать, что я технику. Я всегда хотел играть на пиано. Я люблю это инструмент. Но я не могу. Это слишком тяжело для меня. Я не могу с двумя руками вместе. Я люблю это инструмент. Это совершенно удивительный инструмент, принадлежит государственной коллекции уникальных инструментов Российской Федерации. Это скрипка работы Антонио Страдивари 1736 года. Как все выдающиеся скрипки, у нее есть имя, и ее имя – экс Феликс Юсупов. Она принадлежала семье Юсуповых, и когда Юсуповые бежали из России, Феликс замуровал ее в своем дворце в специальной комнате. Это предпоследняя скрипка работы Антонио Страдивари. Есть практика, что две их выдающиеся скрипки Страдивари-Винявского выдаются конкурсантам, которых выбирает государственная коллекция, на конкурс Чайковского. Мне очень повезло, они пошли мне навстречу, выдали его из экспозиции на полтора месяца на время подготовки к конкурсу. И я сразу понял, что это мой инструмент по тесситуре, по мензуре и по звукоизвлечению, что это моя скрипка. В этой скрипке, безусловно, есть свой характер, но это такая черная магия. Эта скрипка – это черная магия. Есть светлая магия, есть черная. Она, у нее очень низкая настройка. Она ближе к альту по звучанию, и у нее такой очень мрачный характер, и она очень мощная. Огромные концерты, на ней можно играть любой репертуар от XVIII века до концертов Бартека, потому что она дает невероятные динамические возможности. Вот, дорогие друзья, очень интересная заметка из нашего видеоблога про такой ответственный, можно даже сказать, интимный процесс, как выбор инструмента. Выбор инструмента, с ним налаживание связи, вообще использование его в конкурсной программе, потому что не все постоянно живут с ним, а кому-то он достается на короткое время, как оказалось. В этом именно видео ИСА. Ну что ж, спешим представить вам нашего гостя. Это концертмейстер нашей следующей конкурсантки Инны Якушевой, Никита Коплунов. Никита, спасибо вам большое. Спасибо, Никита. Заменяет оркестр, ведь изначально Чайковский написал это вообще для оркестра, скрипки с оркестром, а вы заменяете целое звучание оркестра, роль концертмейстера. Переоценить, мне кажется, невозможно. Но хотелось бы узнать, как вы пришли именно в эту стезю, то есть взаимодействие и сопровождение игры скрипки — это ваше профессиональное направление? Или вы можете и занимаетесь этим, аккомпанируете и другим исполнителям? Добрый вечер, спасибо за вопрос. С самого начала образования, со среднего специального звена мы занимаемся наравне соло, со специальностью мы занимаемся концертмейстерским искусством и камерным ансамблем. То есть мы на протяжении большого количества времени играем с разными музыкантами, исполнителями на разных инструментах, в разных составах. И это продолжается по сей день. И с самого первого момента мне очень понравилось взаимодействовать с другими музыкантами. Помимо сольной игры, этот обмен энергии, ощущение другого музыканта на сцене, сложно переоценить то, что ты получаешь, когда вы вместе творите музыку на сцене. Это именно о камерном исполнительстве вы сейчас говорите, да? Ведь не только о дуэте, но и трио, квартет, другие ансамбли. Да, и здесь, хотя я как концертмейстер выступаю, но я все равно чувствую себя сыной в ансамбле. То есть мы наравне друг с другом создаем большие полотна, произведения, и без участия двух людей, заряженных энергетически на одинаковом градусе, не получится настоящего произведения. Никита, вы сказали про обмен энергии, но это такая, скажем, из области ощущений. А какими качествами должен обладать концертмейстер? Давайте сразу скажем «хороший концертмейстер». Отличный концертмейстер. Хороший концертмейстер, во-первых, должен быть уверен и в себе в первую очередь, и в партнере, с кем он сейчас на сцене выступает, потому что с партнером может произойти все, что угодно. А с концертмейстером не должно происходить ничего, действительно, это так. Потому что солист может испытывать разные эмоции, и нужно своей фактурой, своим исполнением его поддержать во всех его проявлениях на сцене. А еще какое-то важное качество. Я помню, что у нас есть в подготовленных материалах цитата Святослава Рихтера, который утверждает, что каждый концертмейстер должен быть хорошим, отличным пианистом, но не каждый пианист может быть хорошим концертмейстером. Вы можете тоже подтвердить эту мысль? Я могу на сто процентов подтвердить эту мысль, потому что исполнять одному произведение, исполнять их с кем-то, это две большие разницы. Здесь нужно следить не только за своей партией, но и за партией солиста в одновременности. И здесь нельзя перетянуть на себя одеяло, нужно создавать энергию на сцене общую. Но я не говорю про какие-то вещи, что надо совпадать, это все и так понятно. Это, видимо, рождается во время репетиции, подготовки к процессу. Да, ощущение времени, ощущение движения произведения и образность, это все выстраивается совместно. Про подготовку и то, как складывается эта связь между концертмейстером и музыкантом, в нашем случае скрипачем. Как много времени уходит на то, чтобы наладить эту коммуникацию? Вот к примеру, давайте конкретно возьмем конкурс Чайковского, прошу прощения. Сколько времени вы готовились перед конкурсом? Мы с Иной достаточно давно выступаем, мы вместе с ней учимся с Академического музыкального училища при Московской консерватории. И уже на протяжении семи лет мы исполняем разные сочинения, в том числе те произведения, которые мы исполним для вас сейчас. Поэтому они обыгрывались, выносились на разные сцены, естественно, мы друг в друге уверены. Но я скажу так, что хороший концертмейстер, если он чувствует мысль и движение солиста, другого исполнителя, то много времени не требуется. Как интересно! Надо очень внимательно слушать и чувствовать другого человека. Надо быть чутким музыкантом и чутким человеком, просто получается, чтобы играть в камерном ансамбле. Никита, спасибо вам большое. Правда, больше не будем вас задерживать, потому что вам буквально сейчас уже второй звонок, так что прозвенел, и надо вас отпускать. А мы напомним вам, наши дорогие зрители, о проекте, который был запущен в преддверии 17-го международного конкурса имени Чайковского. Проект под названием «Страна Чайковского». Да, и некоторые из этих видео доступны на официальном сайте, но нам нужно готовить зрителей к тем конкурсантам, которые выйдут на сцену. И у нас уже готово видео, которое продемонстрирует и познакомит нас со следующим конкурсантом. Давайте посмотрим на видео о нашем специальном проекте, который был сделан в конкурсе 17-го международного конкурса Чайковского конкурса «Ланд о Чайковске». Привет, я Мрук, и я дам из Словении. Я сейчас живу и учусь здесь в Вене, Острии. Некоторые вещи о мне. Я не дам из семьи музыкантов, поэтому когда я был маленьким, я не слушал много классических музыкантов. И первая часть, которая меня заинтересовала, была Чайковского конкурса «Ланд о Чайковского конкурса». Я вспомнила, что профессора играть, и два года назад, это был очень особенный момент для меня, когда я получил это в первую очередь. Так что, я очень рад, чтобы быть частью этого конкурса «Ланд о Чайковского конкурса». Я никогда не был в Москве и в Россию, так что я очень рад, и я надеюсь, что люди любят мои выступления в этом конкурсе. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу сказать, что каждый наш участник, находясь здесь на конкурсе имени Чайковского, это и есть та самая страна Чайковского. Конечно, безусловно, любой. Даже ты находишься сейчас в стране Чайковского, и я нахожусь. И все наши зрители, которые смотрят онлайн-трансляции всех номинаций 17-го международного конкурса имени Чайковского, находятся в стране Чайковского. Да, скажем, что это была видеовизитка, только что у вас была возможность посмотреть видеовизитку нашего следующего конкурсанта из Словении, его зовут Рок, залетел Черныш, он выйдет на эту сцену под номером 25. 25. Это мы все хорошо запомнили, потому что в одном из видеоблогов он так радовался этому номеру, что, конечно, хочется увидеть, как эти два дня, которые у него еще были с момента жеребьевки, как он ими воспользовался, и как будет поставлена такая, ну, многоточие все-таки назовем, первого тура конкурсных прослушиваний. Рок действительно так и сказал, что в тот момент, когда все говорили, нет, лишь бы я не первый, лишь бы я не первый. Он такой, да, 25. Он говорит, я 25, у меня есть еще два дня, я спокоен, everything's okay, все хорошо, есть время подготовиться. Видеовизитка его тоже очень трогательная, открытая и яркая, простая, располагающая к себе. Безусловно, желаем удачи всем нашим участникам, которые вот-вот выйдут на сцену, звенят звонки, вы сами это прекрасно слышите. Что можно еще сказать про наших конкурсантов? Смотри, мы только что общались с концертмейстером следующей конкурсантки, которая под номером 24, Инна Якушева. Она, кстати, студентка Московской консерватории, и тут самое интересное, сразу по двум специальностям, по скрипке, конечно же, и по фортепиано. И сегодня это не первый конкурсант, который удивляет нас владением, отличным владением, сразу двумя инструментами. Да, сегодня нас ввел в заблуждение Равиль Слямов, который в своей видеовизитке, я уверен, вы помните, представляет себя буквально как пианист. Он сидит за роялем, музицирует, играет прекрасную композицию. Я повторюсь, мы сразу все удивились. Нет, что-то не то. Это какая-то ошибка, это к нам прилетело случайно из большого зала. Это что-то здесь не то, не та папка, не та программа. Нет, все верно. Действительно, много людей, которые действительно хорошо обращаются, ну, хорошо, виртуозно, которые не только виртуозно обращаются со скрипкой, но еще и прекрасно справляются с таким очень сложным инструментом, как рояль. Расскажи об имени нашим аудитории, которая говорит на английском языке. Yes, I have to say it in English. We have two more participants. They will come to the stage in a moment. And the first one who will come out to the stage will be Инна Якушева, which is number 24, and number 25 will be our participant from Slovenia, рок «Залетел черныш». И после Инны Якушевой на сцену в качестве конкурсанта под номером 25 выступит рок «Залетел черныш» из Словении. И он, кстати, учится в Венском университете музыки и исполнительских искусств. Напомним вам, хотя мы не сомневаемся, что вы это знаете, потому что вы смотрите эту трансляцию. Смотреть прямые эфиры и номинации «Скрипка» и других пяти специальностей можно как на официальном сайте конкурса «Чайковскийкомпетition.com», так и как что-то любишь объявлять. В социальной сети ВКонтакте, в официальной группе «Конкурс Чайковского». Мы помним вам, что вы можете смотреть все живые broadcasts на официальном сайте конкурсанта «Чайковскийкомпетition.com» и на российском социальном сайте ВКонтакте. Итак, давайте посмотрим на сцену, наш следующий партисмент, номер 24, Инна Якушева. Участник номер 24 Патрисмент нам по 24 Якушева Инна, Россия, Россия Иоганн Себастьян Бах Чикона и Спортиты для скидки соло номер 2, Ре-минор Никола Паганини Каприз номер 5, Ле-минор Каприз номер 24, Ле-минор Джузеппе Тортини Соната соло минор, Дьявольская 3 Петр Чайковский Валис Скирт со сочинения 34 Концертмейстер Каплонов Никита Иоганн Себастьян Бах Шакон фрум Патита фасола вайлент номер 2, Инди-майно Никола Паганини Каприз номер 5, 5, Инди-майно Каприз номер 24, Инди-майно Джузеппе Тортини Вайлент соната, Инди-майно Devil's Dream Петр Чайковский Вальс Скирт со сочинения 34 Аккомпанист Каплонов Никита Аккомпанист Диаврага Вальс Скирт со сочинения 34 Аккомпанист Вальс Скирт со сочинения 34 Вальс Скирт со сочинения 34 Аккомпанист Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Участник номер двадцать пять. отецFE человеком возникают русские ритм Оно да универ раб араб Концертмейстер, Стимбульская морея Никола Паганини, Caprice No. 24 in A minor Caprice No. 23 in E-flat major Яган Севастян Бах, Чакона from Partito for Solo Violin No. 2 in D minor Федор Чайковский, Вальс Скирца, Op. 34 Фридс Крестлер, Речитатива и Скирца, Caprice for Solo Violin, Op. 6 Аккомпанист Стимбульская морея 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Спасибо. Аплодисменты. 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 Начнутся прослушивания участников 2-го тура. Сверим часы. 22 часа 51 минута в Москве. Как сказал ведущий в Малом зале Московской консерватории, прослушивания первого тура завершены. Я даже не знаю, радоваться этому или, наоборот, начать вновь переживать. Вновь переживать. Я тебя поддерживаю. Вновь переживать, да. Потому что впереди еще два тура, но сейчас мы находимся, перемещаемся в режим ожидания вердикта жюри. Жюри удаляется на обсуждение и буквально... Я даже не знаю, сколько времени понадобится. Сколько понадобится? Сколько понадобится? Сколько понадобится. Потому что если вспоминать, что нам говорили гости в эфире, то один из них, Лоуренс Настурик Агершович, говорил о том, что он бы пропустил всех, кто участвовал в первом туре, во второй. Все 25 участников. Но это ведь невозможно. К сожалению, у маэстро Лоренца нет такой возможности, но, тем не менее, как уж и есть. Да, давай напомним, что у нас в сегодняшнем конкурсном дне принимало участие 8 конкурсантов, 8 номинантов, претендентов. В первый день 8, во второй день вчера мы прослушали 9 конкурсных программ. Так как у нас 25 человек. Да, и сегодня вновь 8 конкурсантов. Открыл сегодняшний третий завершающий день Леонид Железный. Затем после него выступал Равиль Ислямов. После этого Кока Раймагава представила свою программу. Такомори Араи завершил первую часть сегодняшнего дня, а во второй части выступали Александра Ли, Хэ Сюй, Инна Якушева. Рок залетел. Черныш завершил только что программу. Хорошо. Мы много раз об этом говорили, показывали видео. Давай сейчас еще раз перейдем к специальному проекту, который был создан в преддверии 17-го международного конкурса имени Чайковского. Проект называется «Страна Чайковского». И предлагаем вам посмотреть небольшой видеофрагмент из этого проекта. So, let's take a look at the special video project, which was made just before and specially for the 17-th international чайковской competition Чайковский land. К концу 1880-х Чайковский уже знаменитость. Ему пишут восторженные поклонники, среди которых и Антон Павлович Чехов. Писатель и композитор обменялись фотографиями и всерьез обсуждали совместное создание оперы на сюжет «Героя нашего времени». Но этот замысел так и не был воплощен. Вообще, на то, как Чайковский выбирал материал для своих произведений, во многом проливает свет письмо некому Александру Федотову, который предложил композитору свое либретто, но получил вежливый и очень подробный отказ. 21 февраля 1892 года. Клин, Московская губерния. Многоуважаемый Александр Филиппович, ради Бога, простите, что вследствие отчасти независящих от меня обстоятельств я так долго не мог ответить на любезнейшее письмо ваше и на лестное предложение сотрудничества. Теперь только я имел настолько досуга, чтобы внимательно прочесть драму вашу. «Хоть я в литературе судья и некомпетентный, но приемлю смелость высказать, что этот труд очень почтенный и замечательный, что исторического и художественного интереса в нем много, что стихи ваши безупречны. Одним словом, что шильонский узник внушает мне искреннее сочувствие и уважение к его автору. Но это же уважение принуждает меня говорить с ним прямо, искренно, без уверток». «Как материал для оперы, драма ваша, по всей вероятности, имеет большую цену, но не для меня. В следствии особенностей моей артистической индивидуальности я могу с любовью и увлечением писать музыку на сюжет, хотя бы и немало неэффектный, лишь бы действующие лица внушали мне живое сочувствие, лишь бы я любил их, жалел, как любят и жалеют живых людей. «Ваши действующие лица оставляют меня холодным и, скорее, возбуждают враждебное чувство. Герцог весьма антипотичный самодур и аганна зла. Злодейство ее внушает мне тем более омерзение, что оно нисколько не нужно, ибо жертва ее и без того приговорена к смерти. Герцогиня, пожалуй, жалка лишь по Толику, по Колику жалки все чахоточные, умирающие в молодости. Любви ее к бездушному жестокому тирану я немало не сочувствую». Остается Баневар. Он прекрасен, но и в нем я горячего участия не принимаю, ибо мне неизвестно, где и когда он выказал ту любовь и самоотвержение по отношению к родине, за которой и страдает. Наконец, и самое положение его невольного приживальщика как-то странно и мало мотивировано. Очень хороша у вас сцена, когда прикованный к столбу он философствует, прерывая себя созерцанием ласточек, цветов природы. Но философствование музыкальной иллюстрации не поддается. Затем мне ненавистны, как задачи для воспроизведения в звуках, всякие сражения, приступы, атаки и так далее. А без них в данном случае не обойдется. Наконец, немалым препятствием служит и то обстоятельство, что я вообще сюжетов иностранных избегаю, ибо только русского человека, русскую девушку, женщину я знаю и обнимаю. Ну что же, дамы и господа, мы вернулись в нашу студию около малого зала Московской консерватории, и у нас гость, как вы могли это заметить. Это критик из Китая, Рудольф Тан. На конкурсе он представляет два издания, издание из двух стран, китайская «Мьюзиклавер» и американская «Мьюзикл Америка». Журналист, мюзикл Критик из Китая, Рудольф Тан. На конкурсе Рудольф представляет два издания, из двух стран, «Мьюзиклавер» из Китая и «Мьюзикл Америка». Люди хотят везти, они все интересны, что происходит. Рудольф, как вы делаете? Я делаю хорошо, я делаю хорошо. Спасибо, что вы спросите. Пожалуйста, подскажите свои впечатления. Я очень впечатляю от конкурсов, от того, как они играют. Я просто разговариваю, что они играют не только в их arms, но и в их боди, но и в их minds, в их сердце, и в их souls. И это действительно важно. Я имею в виду, что их музыка действительно меняет. И их музыканская действительно меняет. Я имею в виду, что важно, не так? Музыка – это как «Мьюзикл Америка». Беттофин сказал, что не мне. Вы можете слушать все 8 партисменты сегодня? Вы имеете в виду категории? Да, категории. Я был здесь, я был здесь на 18-м году, для пиано и пиолетов, и я очень рада, что у нас были в этом категории. Я имею в виду категории, пиолетов и пиолетов, они были здесь в 1958, если я... Да, да. Да, да. Да, да. Вы имеете в виду категории, это в этом категории, и это в таком категории. Да, это были категории, что Тчиковский категории из первого конца. Они были в категории и виолетов. И только в 1962, челосатся в них были в этом категории. Да. И вот еще... Как ты думаешь, что вы думаете о категории? Очень высокое. Я не слушаю к категории, Я слушаю концерты. Они все концерты, концерты, violinисты. Они топ-ночь, я имею в виду. Я уверен, что журналисты будут делать их decent job по выбору, если не лучшему, но для самых известных молодых музыкантов в первую очередь. Я смотрю на то, что происходит в один час. У вас есть лидеры? Ну, это трудно сказать. Я не обладаю все концерты, поэтому это было бы не так. Я имею в виду, но я бы хотел оставить это секрет. Что журналисты хотят сказать. И я бы сказал, что это матча. Окей, окей. Это первый раз в России? Ну, это мой первый раз. Я был в Санкт-Петербурге 10 лет назад для Гранд Орбани, Маринский II. И я был в Владивосток для Фар-Еаст Музык Фестиваль. Это мой первый раз для Чайковский Компетит. И я был полностью повеломен. Как вы любите московский Компетит? О, это прекрасно! Это как Каннеги Холл в России. Так много историй. Посмотрите, все большие названия. Я посмотрел все статусы вокруг коридора. Все большие названия. Я просто... Я просто... Я удивляюсь, в хорошем смысле. Я вовремя. Я вовремя. Это было очень праздничное, историческое строительство, полноценные легенды. И после этого, я могу чувствовать атмосфера. Я чувствую эмоции. Позитивная энергия. Вы любите это. Вы являетесь в журналисте. И вы работаете для двух моделей. Я не работаю. Я работаю. Я работаю. Я работаю с ними. Это как работа. Это как работа. Как вы начали. Как вы начали ваш артикл об этом? Мой первый артикл был в Музикweekли. Это в Китае. И я начну в концерт, обоцентной концерт. Один из самых легендов, даджиндеры пианист, Лио Ши Куэн, в 1984, он был на сцене. Он был в отличие. Он величины. Да. Он величины, величины. В отличие к фигуре. он его маленький грибин. Он был в отличие, А Bullshit. И он был в течение. И его музыка. Он работал как письменный концерт, который был в Китае вроде Китае. И це не Хария, который был в технике It's called My Country, it's from a Chinese blockbuster, in 1956, it's called Shang Gan Ling, Shang Gan Ridge. It's a film about the Chinese voluntary army fighting in North Korea against American aggression. So those are really very two strong, I think, pieces carrying probably Liu Shikun's very strong personal statement. Do you play any instruments? I don't, I'm quite confident that I'm a music critic, so I review concerts, no, I don't play music, I write about music. Maybe you tried once. Yeah, but failed. Then I ended up, that's how I ended up being a music journalist. What was that instrument? Well, mandolin. Mandolin, wow. When I was really, really young, like five or six years, my dad bought me a mandolin, but it ended up quite, not badly. How do you think, was the program of the first round complicated for the contestants? Yeah, it was carefully chosen. I mean, it represents really the cream of the classic repertoire. Yeah. I think that's the reason for like, in violin's case, Bach. You know, Bach, you cannot play Bach with too strong accent. Bach requires a special kind of intonation. You have to play it very crispy, clear, clean. I think that's the purpose. So I think each piece of the first round serves a specific purpose, to showcase the contestants' caliber in each aspect. Rodolp, thank you so very much for coming, for joining us, for joining our live. I want to remind you all that this was Rodolf Tan, journalist and musical critic. Well, I would also like to invite you to all the contestants, which we heard for the first three days of the first tour of the competition, for the nomination of the script of the 17th international competition of the name of Chaykov. Let's take a look at the video cards of some of our contestants. Let's take a look at the video cards of some of our contestants. My name is Issei Grihara. I would like to compete and interact with outstanding performers from all over the world, in one of the most famous international competitions. Hello, I'm Chenming Wang. I'm living in Beijing, China. My daily life of university is like going to a practice room every day and go to classes with friends. In spring, we can admire the beauty of flowers along the way to the building of practice room. Many people stopped and take photos for those flowers. And we can always see the setting sun. It's so romantic when the sunset covered whole school. I'd love it. And also, there are so many stray cats in our school. They are so cute and we all love them. Speaking of cats, there's an interesting thing. One day, I saw a cat lined on the stone line which in front of the concert hall in our school. I caught the cat, but it's lying there, immobilized like a statue. That was so funny. In addition, I like to go to some places with great sceneries or find some delicious food with my friends. And I like to go to amusement arcade to catch the doll. It can make me feel relaxed and happy. And I like to go to the concert hall in our school. And I like to go to the concert hall in our school. And I like to go to the concert hall in our school. And I like to go to the concert hall in our school. And I like to go to the concert hall in the building. В том числе эта скрипка, когда прошел на конкурс Череповского, я сразу себе сказал, если будет возможность, только на этой скрипке. И звезды сошлись. В этом плане это не мой конкурс, а наш конкурс. Меня зовут Агаша Григорьева. Я учусь в аспирантуре в Московской государственной консерватории имени Чайковского в классе замечательного профессора и потрясающего человека Гдарда Давидовича Грачана. Моя жизнь, естественно, связана с искусством, потому что я из семьи художников. У меня большая семья. Мой младший брат Савва и сестра Ия, как и я, занимаются музыкой. А старший брат пошел по стопам родителей. Он художник. Ия учится на фортепиано. Иногда мы с ней играем в дуэти. Я люблю животных. У меня есть кошка. Ее зовут Шири. В переводе с японского это значит белый или снег. Я решила назвать ее так, потому что люблю японскую культуру. Мне нравится проводить время и заниматься в мастерской моих папы Эмирата. Я очень люблю Москву. Люблю гулять здесь. Люблю за ее многообразие и большое количество памятников архитектуры. За ее культурное наследие. В свободное от занятий и концертов время я читаю, смотрю кино. У нас дома большая библиотека. И я с детства читаю много художной литературы и книг про искусство. Я поделилась с вами частью своей жизни. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, я скрипачка Анна Савкина, участница 17-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Благодаря гастролям я побывала как за рубежом, так и в разных уголках нашей страны. Выступала на сценах филармоний во многих городах. И всегда с трепетом приезжаю к себе на родину, в Сибирь. Я счастлива, что у меня есть возможность путешествовать благодаря моей профессии. И я горжусь своей страной, тем, что во всех регионах России процветает искусство и культура. Моими любимыми сценами всегда были концертный зал Мариинского театра и большой зал Московской консерватории. Безусловно, там лучшая акустика и невероятная атмосфера. На конкурсе я буду играть на своем любимом инструменте, с которым работаю последние несколько лет. Это скрипка работы Ромата Балестердерия 1752 года. Я очень рада, что конкурс Чайковского скрипачей будет проводиться в родной мне Московской консерватории в Мамом зале и в концертном зале имени Чайковского. Я всегда стремлюсь быть достойной звания лауреата этого конкурса для того, чтобы по праву продолжать традиции русской скрипичной школы. И не поддерживать культура нашей страны, потому что я верю, что музыка и искусство всегда будут объединять нас. Мы обращаем культуру и культуру. Дело чуточку лучше. Дорогие друзья, до встречи на 17-м международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского. Вот мы и вспомнили некоторых из наших конкурсантов. Первого дня конкурсных прослушиваний на самом деле. Да, несмотря на то, что в моменте все восхищаются, а так как дней у нас было три, постепенно появляются новые эмоции, новые впечатления. И важно сделать какую-то хотя бы такую видеозаметку, по которой у тебя потом твои же собственные впечатления как-то смогут восстановиться. Эмоциональные какое-то воспоминания, личностные воспоминания. Каждый из конкурсантов, который сейчас вновь представлял свою визитку, ты вспоминаешь, как это звучало, как это выглядело, какие впечатления происходили в тебе от проигрывания, от прослушивания, вернее, извините, его конкурсной программы. Про личные воспоминания предлагаю поговорить на примере нашего гостя Рудольфа Тана, журналиста и музыкального критика, который на конкурсе представляет два издания. Это Music Lover и Musical America. Почему я говорю, значит, насчет воспоминаний, поговорить именно про Рудольфа Тана, потому что он в самом конце, правда, я уже забегаю вперед, вернее, в самом конец нашей беседы, он рассказывал, как он учился играть на мандолине. Да, очень красивый инструмент. К сожалению, не преуспел в этом и стал музыкальным критиком. Часто такое бывает, но не обязательно. Мы говорили с Рудольфом, и он настолько эмоционально рассказывал, как ему нравится бывать и быть на конкурсе, слушать конкурсантов, прослушивать. И он был и на номинации фортепиано, и на номинации скрипка, и говорил очень много о сегодняшних номинантах, о конкурсантах, потому что здесь он провел сегодня целый день, как я поняла. Да, что естественно, в принципе, находясь в Московской консерватории, ты не можешь не начать разрываться между двумя залами, потому что, тем более, когда ты музыкальный критик, тебе интересен не какой-то даже конкретный инструмент, а тебе интересно сразу все состязание, весь конкурс. Мы же находимся совсем неподалеку, тут буквально соседняя дверь уже в другом мире, в мире фортепиано, в мире высококлассных пианистов, которые, как и сказал наш гость, они уже концертирующие. Это практически как концерты, а не как конкурсные прослушивания. И вообще, кстати, все гости, в том числе и Рудольф Танн, отмечают, безусловно, уровень. Мы об этом и спросили, об уровне участников, как исполнителей. Конечно, да, это, безусловно, очень высокий уровень, и нельзя это не заметить. И, конечно, наш гость вспомнил о торжественном открытии, на котором он также присутствовал, ведь там, в этом концерте, принимал участие его соотечественник Лешикунь. Лешикунь играл на рояле в сопровождении Оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. И, конечно, мы вспомнили о том, сколько же лет, 84 года этому пианисту. 84 года Лешикуню, он вышел, я скажу честно, я видел, как реагировал зал. Я был непосредственно там, в зале, зал увидел, вышел очень пожилой, известный, с мировой славой музыкант. Зал был так взбудоражен и полон ожиданий. И он начал играть, и это была, честное слово, это была магия, это была сказка. Когда были его соло, замирали и переставали дышать ровно все присутствующие в зале. Так что мы испытали примерно одинаковое впечатление. Я смотрела онлайн-трансляцию, и, конечно, это впечатление произвело и на тебя, и на меня, и на нашего гостя. Поэтому Рудольф Тан сказал, что начнет с этого, свою статью о конкурсе Чайковска. В принципе, это правильно. Начинать надо сначала, с торжественного открытия конкурса. Конечно. Да. Хорошо. Предлагаю нам продолжить, хотел сказать, знакомство, потому что мы просто привыкли уже к этому знакомству. Это знакомство заново, практически. Мы же возвращаемся к уже знакомым нам конкурсантам. Мы вновь испытываем это чувство узнавания, радости, узнавания от них, от их историй. И, конечно, у нас готова еще одна, еще один комплект, еще один набор этих видеовизиток для того, чтобы вспомнить всех конкурсантов, кто принимал участие в первом туре конкурсных прослушиваний. And once again, let's take a look at the video cards of our contestants. Моё любимое Приморье, где я родился. Это море, шум прибоя, корабли на рейде. Это с берега. А когда под тобой 30 метров глубины и вокруг девственная красота дикой природы, синяя вечность, причудливые скалы и все это – музыка небесная, созданная Творцом. Проезжаешь по красивейшему золотому мосту, и прямо перед тобой приморская сцена Мариинского театра. Прибежище ценителей и любителей прекрасного. А когда приезжает маэстро – это аншлаг. Кстати, на одном из мастер-классов я предложил сыграть баха и услышал от музыканта, он иностранец. Почему в России все хотят играть баха? Теперь я могу ответить. Россия – открытая душа. Мы любим гениальную музыку, и баха в том числе. В Приморье как нигде особый конгломерат. Представлены многие национальности. В Думе заседают армяне, корейцы, татары, русские. Много смешанных браков, рождаются красивые дети, которые наследуют культуру отца и матери. Особый колорит Приморью придает близость с Китаем. В Центральной музыкальной школе я обрел новых друзей. В том числе и друзей футболистов. Сейчас я играю в команде музыкантов, испытывая удовольствие от ярких ощущений. Особой энергии, вдохновения, страсти – все это как искусство игры на моей любимой скрипке. Моя скрипка. Ей я могу доверить тайну, секрет, надежду, любовь, и она отвечает мне взаимностью. Вспоминаю 14-й международный конкурс имени Чайковского в Санкт-Петербурге. Проходит жюри, слышу восхищенный шепот. «Стадлер, Стадлер!» и овации. Вспоминаю случайную встречу с победителем и Тамаром Зорманом. Сейчас, когда мне посчастливилось принять участие в 17-м международном конкурсе имени Чайковского, хочу поблагодарить всех, кто учил меня, отдавая знания, делился жизненным опытом, поощрял меня с любовью и теплотой. Благодарю за бескорыстный труд, за то, что я не потерял веру в людей, доброту, надежду и мечты. Спасибо всем! Ваш Александр Папушев Ваш Александр Папушев Ваш Александр Папушев Особенно у нас ярко успея Движение по павли breк Ваш Александр Папушев Ваш Александр Папушев Ваш 차ковский чайкувские Аминь! И я осознаюсь, что скандал Хминь! Меня важен мемодел После того, что я уже включала Чайковский чайкувский чайкувский, Я просто очень рада! И я очень рад праздник! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Южная Корея, Чехия и даже Австрия. В Австрии, кстати, да. Вы знаете, шутки в сторону — это правда. Это действительно список стран, в которых нас смотрят. И еще раз хочу вам сказать, что мы вам признательны. Спасибо вам большое. Поверьте, это не просто для того, чтобы нам было приятно. Это действительно очень важно для конкурсантов. Мы, когда пересекаемся с ними в коридорах консерватории, что со скрипачами, что с пианистами, ребята говорят, мы смотрим онлайн-трансляцию. Спасибо, что они есть. Спасибо, что есть возможность не только смотреть их из зала. Кстати, я лично видела, как в зале сидящие люди на не самых удобных местах параллельно смотрят трансляцию, чтобы смотреть и видеть все то, что остается возможным взглянуть только через объектив камеры. Так крупно, как невозможно разглядеть в зале. Да, это вообще, кстати, очень интересный ход. Люди полностью убирают звук на телефоне, смотрят на сцену, слышат живой звук. То есть все в рамках правил и приличия. Но при этом они видят крупные планы участников. И мы так же делали. Да, потому что мы не всегда можем посередине конкурсного исполнения войти в зал и насладиться тем, что происходит в зале. И часто мы смотрим трансляцию, чтобы понимать и самим определить, что этот участник для нас значит, как мы переживаем за них, потому что мы их видим за кулисами. Это всегда очень волнительно. И трансляции дают нам возможность стать еще ближе к ним. Знаешь, даже, Ксюша, я хотел сказать вот про что, что у нас все время такие восторженные отзывы. Люди скажут, понятно, но вы говорите, потому что так надо. Более того, чтобы вы понимали, какая здесь атмосфера, что это не потому, что так надо. Все службы, все постоянно смотрят трансляцию. Причем не то, что все смотрят одну трансляцию. У кого-то играют виолончелисты, и причем, не стесняясь, громко, чтобы это было слышно. На все коридоры, консерватории. У кого-то вокалисты исполняют, у кого-то пианисты, скрипачи, духовые. Там просто скоро у службы будут уже команды, группы поддержки. А мы с тобой сегодня спрашивали, есть ли у них фавориты, и они говорили нам имена. И это было так приятно, что это вообще происходит, и что это становится возможным. И смотрите, пожалуйста, трансляции дальше. Это можно сделать на официальном сайте конкурса чайковскийcompetition.com и в социальной сети ВКонтакте. Но раз вы с нами, вы прекрасно знаете, где их искать. Еще раз спасибо вам большое, что вы смотрите. Это очень важно, особенно и самое главное для участников конкурса Чайковского. Им нужна и ваша поддержка, и ваши пожелания, и ваше напутствие, и ваши советы. Конкурс Чайковского, как буквально говорит каждый из наших гостей, это конкурс с очень богатой историей, конкурс, о котором можно много чего сказать, можно вспомнить потрясающих, гениальных, выдающихся на весь мир известных лауреатов прошлых лет. Давайте-ка мы с вами посмотрим небольшое видео из нашего видеоблога, которое, собственно, и посвящено истории конкурса Чайковского. Итак, давайте посмотрим видео о истории такого важного конкурса Чайковского. КОНКУРС Я полюбил вас. Спасибо за все. На втором конкурсе в музыкальное соревнование вступают велончелисты и побеждает Наталья Шаховская. Среди пианистов золото получают Владимир Ашкенази и Джон Огдон. Музыка Чайковского, щедро одарившая все жанры музыкального искусства, потребовала включения в соревнования еще одной специальности – сольное пение. Победителями стали Владимир Атлантов и Джейн Марш. Среди пианистов первую премию получил 16-летний Григорий Соколов. Золото по специальности скрипка Виктор Третьяков. Этот конкурс подарил целую плеяду знаменитых имен. На пятом конкурсе серебро получает Мюнг Ван Чунг. Победу одерживают пианист Андрей Гаврилов СССР и велончелист Борис Пергаменщиков СССР. Шестой конкурс открыл миру имя Михаила Плетнева СССР. В последующие годы лауреатами конкурса становились Питер Доно Хоу – Великобритания, Дебра Войт – США, Николай Луганский – Россия, Хивла Герзмава – Крузия, Денис Мацуев – Россия, Аяка Уехара – Япония, Альбина Шигемуратова – Россия. Впервые конкурс проведен в Москве и Санкт-Петербурге. Конкурс возглавил художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев. Золото получили Даниил Трифонов – Россия и Нарек Ахназарян – Армения. Звездный состав жюри, в который вошли крупнейшие музыканты современности, среди них Владимир Ашкенази, Максим Венгеров, Марио Брунелло, Владимир Атлантов, Ильдар Абдразаков. 2015-й Юбилейный, 15-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского был посвящен 175-летию со дня рождения великого русского композитора. Победу на конкурсе одержали Александр Конторов, Франция, Сергей Дагадин, Россия, Мария Баракова, Россия. Впервые на конкурсе соревнуются деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты. 2023-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. 742 заявки из 41 страны мира. Специальности фортепиано, скрипка, вилончель, сольное пение, деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты. 65 лет истории. Москва, Санкт-Петербург. 19 июня, 1 июля 2023 года. Дорогие друзья. Здорово заглянуть в историю через это видеоэссе, вспомнить многих лауреатов, которые стали мировыми звездами. И так приятно осознавать, что у конкурса Чайковского такая богатая история. Раз уж мы вступили на эту дорожку воспоминаний и погружения в историю, давай тогда, в принципе, еще раз повторим, что мы находимся в Московской государственной консерватории. В Малом зале. В Малом зале Московской государственной консерватории. И мне Чайковского. Я хочу в первый раз это повторять и приятно, и гордо, и хочется вам об этом говорить и рассказывать. Давай расскажем вот про что. Мы привыкли, и это уже просто какое-то устойчивое, и это правильно выражение, Московская консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Да, конечно. Почему Петра Ильича? Давай расскажем про памятник, который стоит, и который просто символ, это место притяжения и всех студентов, абитуриентов, влюбленных парочек около памятника Петру Ильичу назначают свидание. Сидят под сиренью, как выяснилось из твоего рассказа. И который, кстати, сегодня видеовизитки, помнишь ли, которая похожа на знак фирматы. Фирматы — такая остановка, может она длиться и две секунды, и может такая, как мхатовская пауза звучать. Фирмата по своей форме напоминает полуротонду здания, которая, в принципе, не сразу стала, конечно, зданием Московской консерватории и Большого зала. Это случилось уже гораздо позже. Концертный зал, Большой зал консерватории стал впервые принимать концерты только лишь в 1901 году, а до этого Московская консерватория располагалась и в одном из особняков княгини Дашковой, но позже, когда в конце 19 века разрастлась студенческая диаспора, если так её можно назвать. И надо было расширяться. Да, надо было расширяться, и консерватория переехала в это здание на Большой Никитской. Первое, в основном, Московская консерватория не была здесь, в этом здании. Она не была далеко от здесь, в районе, в другом здании. Но тогда консерватория и много студентов, которые учатся здесь, это grew up, и там были больше и больше студентов, и они должны найти и это было больше здания, и это был один из них. И это становилось здание Московской консерватории, но мы знаем, что это есть ротонда, и это одна из архитектурных вещей, которая осталась с историческим зданием, который был здесь и в этом месте, before the conservatory came here. Все-таки остановились на памятнике Петру Ильичу. Да, конечно, это очень важно. Это как действительно тот знак, который превращает полуротонду в уже оконченный архитектурный комплекс, и без него уже невозможно представить это здание, вид этого здания, и конкурс Чайковского невозможно без него представить. Памятник Петру Ильичу, авторство выдающегося гениального скульптора Веры Мухиной. К сожалению, сама Вера Игнатьевна не дожила до того момента, когда ее памятник, монумент, скульптура, который она создавала, была установлена здесь, около Московской консерватории. И вообще интересный момент, я тебе рассказывал про это, не рассказывал, что изначально, так говорят, что планировалось, что памятник Петру Ильичу будет выполнен во весь рост, где Петру Ильич стоит, он в широком движении дирижирует оркестром, ведь он был не только композитором, но в связи с тем, что это уже совсем другие размеры, совсем другие объемы, такая огромная скульптура не совсем удачно вписывалась в ансамбль и в архитектуру уже имеющегося комплекса, как раз той самой полуротонды исторического здания. Поэтому несколько самой, вероятно, был видоизменен этот памятник, эта скульптура. И теперь она в том виде, в котором мы привыкли видеть, где Петру Ильич сидит, оперевшись пепитр, и в таком вот воздушном тоже движении рукой. Он уже рассказывал, что постамент уже доделывали ее ученики. Поэтому на табличке, которая стоит около памятника, указано несколько имен. Это сама Вера Мухина и ее соавторы, которые уже завершали работу над этим монументом. Ну что же, дорогие друзья. Мы еще не завершили показ всех визиток конкурсантов первого тура, и я предлагаю к ним вернуться, опять вернуться к приятным воспоминаниям. Итак, опять же, давайте посмотрим на видеокарты наших партиспансов. Привет, всем! Я Риса Ясуда. Я из Japan. Я родилась в Нагойе, но сейчас я живу в Токио. Я покажу вам мой любимый брат, и он тоже мой хороший партнер. Я родилась в Токио. Он называется Лоренцо. В самом деле, это название, который был моим родителям, который я любил, когда я был в Италии. Он у него мозг, поэтому он может двигаться в тело, как он хочет двигаться. Он будет 16 лет. в 22-м году. Но, unfortunately, я не могу целоваться для него, потому что в соревнованиях. Но, должно быть, он желает мне luck. Следующее, я хочу поговорить о моих hobbies. Я люблю смотреть фильмы и драмы. Моя любимая часть — «Нотting hell». Это очень теплые ощущения. Да, это был мой специальный фильм. Моя любимая композиция — на самом деле, я не могу выбрать только один — Шопен, Равманов, и, конечно, Чайковский. Спасибо за просмотр! До свидания! Пока! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Мария Лунтина. Я являюсь участником 17-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского по специальности «Скрипка». Я буквально неделю назад закончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, и вот через неделю как раз получу свой диплом. Ну что, надо что-то рассказать о себе. Это был мой кот, Квинтик. На самом деле всё, что я люблю — это сидеть дома вот со своим пушистым зверем в обнимку и ничего не делать. Вот такие у меня увлечения. Вот. Хочу сказать, что мы с нетерпением ждём начало конкурса, и вы обязательно следите за новостями, смотрите трансляции, болейте за конкурсантов, за своих любимых исполнителей. Всем очень важна ваша поддержка. Вот. Я уверена, что это будет очень интересное состязание. Так что да, до скорых встреч. Субтитры делал DimaTorzok 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 Утренisés из разных стилей. Как участник, я бы хотел бы спасибо за их время и, в результате, я надеюсь в этом году победу хорошего успеха. В настоящее время я заканчиваю ассистентуру стажировку Московской консерватории. В свободное от занятий и выступлений время я люблю посещать художественные выставки. Например, мне очень нравится творчество художников-передвижников. А еще я стараюсь не пропускать ни одной выставки картин художника Михаила Врубеля. Люблю оперное и вообще театральное искусство. Стараюсь ходить на спектакли. Главные оперные композиторы для меня Верди, Пучини и, конечно же, Петр Ильич Чайковский. Одна из моих любимых его опер «Пиковая дама». Еще я увлекаюсь кино. В особенности киноискусством таких режиссеров, как Ингмар Бергман и Стэнли Кубрик. Я черпаю вдохновение из окружающего мира и природы. И так здорово, что в Москве столько замечательных парков, скверов и усадеб, в которых можно приятно провести время и отдохнуть душой. Я желаю удачи, вдохновения и успехов всем участникам международного конкурса имени Чайковского. Всех приветствую. Меня зовут Абалай Нурлыбек. Родился я в Казахстане, в городе Алма-Ата. Своё музыкальное образование я начал в школе имени Куляш Байсиитовой. Когда мне исполнилось 13 лет, я поступил в центральную музыкальную школу, где продолжил своё музыкальное образование. Учился у потрясающих педагогов, которых я очень ценю и которые мне очень дороги, благодаря которым я могу осознанно прикасаться к русской богатой самобытной культуре. Участие на конкурсе Чайковского это отличная возможность конкурировать с сильными скрипачами, музыкантами всего мира. Это потрясающая возможность делиться своими эмоциями, впечатлениями и мыслями с зрителями. Я очень рад участвовать на конкурсе Чайковского. Надеюсь, эта визитка поможет вам составить обо мне правильное впечатление. Желаю всем хорошего настроения и успехов! Чайковского Здравствуйте! Я Чай, 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 Чай. В моей жизни, besides практики вовольствия и слушать музыку, я хотел бы сделать some reading. My favorite type of book is science-fiction, such as The Three Body Problem written by Ti Xin promises Galactic Empire by Isaac Asimov as they can satisfy my imagination about the future of humanity and the cosmos. Я бы хотел путешествовать по-настоящему месту, чтобы чувствовать красиво и мощность. Я бы также хотел бы путешествовать в музеях и видеть культуры разных мест. Я люблю Тchaikovsky's work очень. Он из моих любимых компонентов. В моем множестве, он из моих любимых компонентов. И в моем случае, он звучит лучшие и моё лечение. И его концертует в д-маж, это тоже мой любимый агент, когда я старался читать вокал. Every time I hear it or practice it, I'm always touched by the emotion contained in this concerto. Now I finally have the opportunity to show you my playing at a competition named after my favorite composer. I hope you enjoy my playing. Thank you. Ksenia, three days we have been working on the competition. We are constantly looking for each of the winners of the script. What impressed you and surprised me more? I would like to answer to the next block of visitors. I was surprised by the contestants themselves. Their open source of video visits and the open source of them here. When we come to them, when we come to them, when they come to them, their friends, those who listen to them in the hall and how they take the public. This relationship can't be broken. It's the most important thing that I have noticed for these three days of the first tour of the competition. Great. I would like to continue to watch our visitors. So let's continue watching video cards of our participants. My repertoire is a series of events that presents... Hi. Меня зовут Леонид Железный. Я скрипач, играю на скрипке с 5 лет. Мои родители музыканты, мама пианистка, папа скрипач. Я учился в школе имени Гнесиных. Позже закончил центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Далее закончил московскую консерваторию и аспирантуру у профессора Александра Винницкого. Мой репертуар включает в себя произведения самых разных композиторов эпох и жанров, произведения эпохи романтизма, венской классики. Также увлекаюсь и занимаюсь барочным музицированием. Сейчас я нахожусь около Большого зала Московской консерватории. Погода очень хорошая, но, правда, начинается дождь. Из-за дождя мы сменили локацию, но мы продолжаем находиться на территории Московской консерватории. В данном случае мы сейчас находимся под крыльцом Большого зала консерватории. Сзади от меня памятник Петру Ильичу Чайковскому. Это место, где расположен непосредственно памятник, оно называется Фермата. Это в шутку называют, во-первых, из-за того, что это действительно, как переводится с итальянского, это остановка. И там очень часто можно встретить студентов, педагогов, которые просто отдыхают. Но, помимо этого, знак Фермата, он обозначается в виде полукруга. Именно так же выглядит композиция. Вот это наша композиция, во главе которой памятник Петру Ильичу Чайковскому. Для меня очень радостно участие в предстоящем конкурсе, так как конкурс носит имя нашего великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, моего любимого композитора. И будут исполнены мои любимые его сочинения на конкурсе. Одно из самых ярких впечатлений прошлого года был город Воткинск, там, где жил наш юный Чайковский. И при входе в музей, там висит фотография всей его семьи. Но поскольку технологии сейчас позволяют творить чудеса, когда заходят гости в музей, и, так сказать, при самом входе вот эта фотография, она оживает, и звучит начало первого фортепианового концерта Чайковского. Честно говоря, это вызвало у меня такие эмоции, и каждый раз, когда я слышу вступление к этому концерту, я понимаю, насколько велика и прекрасна эта музыка, что не очень даже понятно, как живой человек мог это написать. Он был гением. Также очень важно, что конкурс номинации «Скрипка», в котором я участвую, пройдет именно в Московской консерватории, так как это является моим домом, альма-матер. Здесь все мои близкие, друзья мои, педагоги, все придут поддерживать, и с нетерпением ждем этого события. И, конечно, хочется поприветствовать всех участников этого конкурса и пожелать им удачи. Продолжение следует... Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Равел Исламов, мне 22 года. Меня зовут Равел Илья Скрипач, и сейчас учусь в Московской государственной консерватории имени Чайковского в классе Народного артиста России профессора Александра Веницкого. Но со мной в роли Скрипача вы сможете познакомиться на конкурсных прослушиваниях. А сейчас я бы хотел познакомить вас с этим замечательным уголком природы рядом с моим домом, где я очень люблю проводить время. Кроме игры на скрипке и сочинения музыки, я изучаю японский язык и постигаю азы японской каллиграфии. Японский язык и постигаю азы японской каллиграфии. Это иероглиф «Удача». Пользуясь случаем, хотел бы пожелать зрителям приятных прослушиваний конкурса, а конкурсантам достойных выступлений. До встречи на сцене! Пользуясь случаем, японский язык и постигаю азы японской каллиграфии. Спасибо. Пользуясь случаем, японская каллиграфии. Я из Японии. В этом году я заканчиваю Московскую консерваторию имени Чайковского. Я живу в России уже 6 лет. За 6 лет я выступаю во многих городах России. И благодаря этому я поручила большой опыт. Я мечтала принять участие в таком знаменитом и престижном конкурсе, как Международный конкурс имени Чайковского. Это конкурс с великой историей, где лауреатами были бедающиеся скрипачи, как Виктор Триджаков и Дон Гремль и так далее. И вот моя мечта заверать. Для меня это новая степень в музыкальном развитии. Я не могу сказать, что это новая степень в музыкальном развитии. И это новая степень в музыке. Мне кажется, что это новая степень в музыкальном развитии, чтобы это было большим мечом, и я хочу очень много работать в этом году. Спасибо большое! Здравствуйте! Это Какао Мори Араи. Я живу в Токио, в Японии. Это ленинг шинзун. Я надеюсь, что вам понравилось моим выступлением в Моска. Спасибо большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет! Меня зовут Александра Ли. Я русский-корейский-вилонист. Я 28 лет, и я сейчас живу и работаю в Сирии. Это в Олимпийском городе в Сочи. Я живу из далеко нескольких России, из Владивосток. Когда я был 9 лет, я переехала в Москву, чтобы учиться в Центральной музыкальной школе, в студии профессор Эдуард Градж. После отзывания, я пошла в Лондон, чтобы получить бачу от Музыка от Музыка Рояльского колледжа, под руководством доктора Феликс Андреевский. Потом я продолжила мою обучение в Нью-Йорке, в Музыка. Я получила мою мастерскую в студию профессора Альберт Марков. Я очень рад и счастлива, чтобы называть себя студентом такой профессор. Сегодня, в моем случае, это так rare, в моем случае, встретить ментору, который об этом не только в Музыке, но и в Музыке. В моем случае, это так важно, чтобы иметь sources, для всех людей, но особенно для арт-работчиков, так как мы, Музыки. И, лично для меня, эти sources, для меня, для того, чтобы иметь силы, для моря, для моря, для красивых видов, которые я имею в виду. Я очень счастлива. На мой время, я люблю путешествие с моим кладем на море. Это очень радует меня, и помогает мне заражить энергию. Я просто люблю это. Я очень рад радовать встретить всех жителей и жителей в Чайковский конкурс, который начнет в очень скоро. Я желаю все посуду. Привет, всем. Меня зовут Хи-Хи. I come from Harbin, China. Now, I study violin with Professor Marcus Wolff in Conservatory for Music and Theater Munich. I'm very glad to participate in this competition. It's my first time to play with so many professional players worldwide. So, I feel also a little bit nervous at the same time. Besides music, I also like to do some sports, such as badminton, ping pong, and even kung fu. These are the ways which I entertain myself. Now, I'd like to show you one of the practice rooms in my school. Yes, not so beautiful. We have more beautiful ones. But, yeah, it's okay. And today, I practice here. This is my violin. And I practice for the fight. Bye-bye. Hi, I'm Rok and I come from Slovenia. I currently live and study here in Vienna, Austria. Some things about me, I don't come from a family of musicians. So, when I was young, I didn't listen to a lot of classical music. And the first piece that really captivated me was Tchaikovsky's violin contender. I remember asking the professor to play it. And two years later, it was a really special moment for me when I got to perform it with an orchestra for the first time. So, I'm extremely honored to be part of this year's Tchaikovsky competition. I've never been to Moscow and to Russia. So, I'm very excited. And hopefully, people will enjoy my performances at the competition. See you there. Hi, my name is Rok and I come from Slovenia. I'm currently in Vienna, where I live. So, this is it. Dear friends, dear viewers, we are still in this nervous process of waiting results. It's very exciting. It's very exciting to wait for this process. Imagine if we are worried about what we are now in the room. I can't even imagine. Because it's even after a competition listening to many people. Who participated in the first competition day, they were almost tired of two days. It's true. Now, as you've noticed, when we were talking about the camera, our expectations of the pianists now sit on the other side. They came to the stage. They presented, showed, played, played their program. And they were almost tired of playing the music band. They are still in the same. They are still in the same room. They are already aware. They are already aware of their results. Neither of you, the male audience, sitting in the concert of the concert hall. In this despair, very sweet, in such an awe of waiting. And it wants to remember... But there are many people talking about this. Конечно, это может быть волнительно, но не скучно. Например, что можно посмотреть в малом зале консерватории? Конечно, вспомнить о том, что отметить для себя, что когда Скрипач выходил конкурсант на сцену, может быть, незаметно было, что над ним есть портрет Николая Рубинштейна. Да, он возглавляет всю арку сцены, и это самое почетное место, дань памяти и уважения основателю Московской консерватории. И, конечно, еще можно разглядывать прекрасный потолок, который расписан в том числе и портретами композиторов. Мы увидели там бах-бах, здесь у нас тоже свой есть небольшой. У нас за спиной. Да, у нас за спиной. И, конечно, еще можно разглядывать сами места жюри, потому что как будто бы ближе они кажутся теперь, тот балкон, на котором они находились. И разглядывать прекрасный орган и саму сцену. И что еще? Что тебя впечатлило в этом зале? Меня впечатлила сама атмосфера и как зал подстраивается под ощущения. Когда ты заходишь в пустой зал, возможно, это магия, магия театра, магия консерватории. Когда ты заходишь в пустой зал, он совершенно спокоен. Да. Он нейтрален, он холоден даже отчасти. И готов принять все, что хочешь, все, что ты готов ему представить. Но как только ты выходишь туда уже, входишь в зал, который наполнен зрителем. И когда звучит музыка в нем, он как будто бы расцветает, раскрывается для всех, кто там находится со всей своей душой, со всей своей красотой, со всеми своими вибрациями, которые в этой акустике живут. И музыка живет в этом зале. Она как наслаивается в любом историческом месте. Так происходит. Да, мы just discussed that while our participants, our contestants are waiting for the results, they're just sitting behind the wall in the small hall of Moscow Conservatory, they have something to do in there. They can look up, look on the walls and see, for example, the portrait of the founder of Moscow Conservatory, of its first headmaster, Николай Рубинштейн. There are portraits on the ceiling of the hall, the portraits of great world-famous composers. For example, Яганн-Себастьян Бах. Знаешь, какая важная информация есть у меня? Ты даже не можешь себе поверить. Я догадываюсь. Конечно, это результаты, но в номинации фортепиано, результаты, которые уже объявлены, это случилось буквально несколько минут назад в соседнем зале, в большом зале консерватории. Давай их объявим, тех конкурсантов, которые прошли во второй тур. Мы все время говорили вам о том, что вы можете смотреть все трансляции всех шести номинаций на сайте, в группе ВКонтакте. Мы искренне надеемся, что у вас было время и получалось это делать, совмещать. Прекрасно вас понимаем, если вы что-то не успели, потому что совершенно невозможно разорваться между всем, но при этом очень рады, если и, конечно, мы уверены, что такое желание было, чтобы пытались посмотреть сразу все номинации, которых, я напомню, было шесть. Итак, пианисты, прошедшие во второй тур. Из 25 участников во второй тур прошли 15. Давай их и назовем. По номеру жеребьевки. Карлеона Джордж, Великобритания. Номер 16. Вонг Энджел Станислав, Соединенные Штаты Америки. 19. Йо Суа, Южная Корея. Номер 20. Ключком Александр, Россия. 21. Кураива Коки, Япония. Номер 24. Хачикян Константин, Россия. И номер 25. Малинин Валентин, Россия. Можно только порадоваться за наших коллег. Я испытала такое волнение, как будто я объявляла это со сцены. Есть, согласен. Мы очень рады за ребят-конкурсантов, которые прошли во второй тур в номинации фортепиано. И уже завтра начнутся конкурсные прослушивания второго тура. Это ведь так сложно только получить результаты и быть готовыми уже завтра с новой программой выйти снова на сцену Большого зала консерватории. Все так, но знаешь, Ксюш, я разделяю твою радость, разделяю радость самих участников, которые сейчас в Большом зале. Я уверен, ликуют участников, которые прошли во второй тур. Но все-таки мне честно, если скажу правду, хочется поддержать ребят, которые не смогли пройти. Хотя бы попытаться найти какие-то нужные слова поддержки. И я постараюсь процитировать, ну не процитировать, но привести в пример слова наших членов жюри, которые говорят о том, что сам факт того, что ребят из такого огромного количества заявок, из огромного количества стран со всего мира отобрали для участия в конкурсе имени Чайковского, в любой из номинаций, куда они подавались, это уже огромная победа. И уже, как сказал, если не ошибаюсь, маэстро Лоренц, это уже очень важная и очень заметная графа в резюме, в условном резюме любого музыканта. Конечно, это безусловно так. Участие в конкурсе Чайковского. Это обязательно будет отмечено, и обязательно при объявлении, при представлении музыканта будут говорить участник конкурса Чайковского. Мне кажется, что надо сообщить нашей англоязычной аудитории, что пианистов все-таки выбрали, что мы перечислили именно тех, кто прошел во второй тур, и чтобы все вместе порадовались, все те, кто смотрит онлайн-трансляцию, я считаю, что достойны они того, чтобы их озвучить еще раз. Давай попробуем, хорошо. So, you could have heard 15 names, because we have the results of a piano nomination, and so we'll try to tell this list, to read this list consisting of 15 names once again to you. They are pianists who go ahead to the second round of the Чайковский competition. Лю Сенфей, China. Корчагин Станислав, Russia. Мао Сюани, China. Давыдченко Сергей, Russia. Тадакоро Марсель, Japan, France. Попаян Илья, Russia. Вилалва Алессандро, Италия. Кузнецов Николай, Russia. Харлеона Джордж, Great Britain. Бонг Энджел Станислав, The United States of America. Йо Суа, South Korea. Ключко Александр, Russia. Куроива Кокки, Japan. Хачикян Константин, Russia. Малинин Валентин, Russia. Я все еще нахожусь в предвкушении, слышу шум, такой легкий шум. Мне кажется, что мы только что рассуждали с тобой, каким предстает зал в разных своих состояниях, и сейчас он как будто бы тоже тревожится. Я надеюсь на это. Я совершенно в этом уверен. Я правда замечаю по себе, что вот уже больше часа мы с вами в эфире и ждем результатов. И я, честное слово, я чувствую, как это состояние, это волнение из-за ожидания, оно только все увеличивается. И расширяется. И становится все больше, больше, больше. Уровень моего волнения прям вертикально, он взлетает вверх. Вышкаливает. А смотри, сравни тогда примерно, что происходит с конкурсантами на сцене перед тем, как выйти на нее в конкурсных прослушиваниях. Без разницы, в первом туре, во втором или в финале. Это несравнимо. Опять же, конкурсантам приходится переживать какие-то совершенно эти, можно так перейти на авиационные термины, эти перегрузки, связанные с волнением. И приходится это делать много раз. И ты правильно заметила, и в момент, когда тебя отобрали, раз, пошло, ты начинаешь волноваться. В момент, когда ты приехал, ты попадаешь в новое здание, в котором ты будешь выступать, ты волнуешься. Наступает самый ответственный момент, от которого действительно все зависит. Ты выходишь на сцену. Потом, конечно, когда уже наступает момент, где ты сидишь в зале и ждешь результатов, тут уже действительно от тебя ничего не зависит. Но этот момент, возможно, еще более волнительный. И тут я, конечно, переадресую к нашему члену жюри Хуан Бинь, который был вчера у нас в гостях и говорил о том, что самое главное, например, в процессе выхода на сцену, это именно концентрация на своем деле, на своей музыке, сохранять спокойствие, не пытаться никому понравиться, никого впечатлить, а именно выходить со своей задачей, выходить со своим делом, выходить с тем, что ты хочешь сыграть. И хочешь донести до аудитории. И если снова вести параллель с некими техническими особенностями, большими машинами, то один из зрителей мне сказал, что как будто на сцене они по энергетике запускают ракету. И я вспомнила о стране Чайковского, когда космонавт зачитывал отрывки из дневника Чайковского, из писем Чайковского. И страна Чайковского – это особый мир, да, и может быть, мы еще раз в него окунемся. У нас есть видео, в котором участвует Юрий Башмет, и я считаю, что нам нужно туда сейчас отправиться, в это видеоэссе. Итак, мы говорили, что у нас есть специальное проект, которое было разработано прямо в рамках на 17-й интернациональной Чайковской соревнования, которое называется, я имею в виду, Чайковский land, land of Чайковский. И у нас есть небольшое видео, где Юрий Башмет читает некоторые короткие письма из Петр Ильич Чайковский. Наверняка общими словами нет смысла мне объяснять нашей аудитории, кто такой Петр Ильич Чайковский. Что это величайший композитор, что это наша гордость. И по этому поводу можно много говорить. Но самое главное, что я из-за Петра Ильича Чайковского оказался в мире музыки. Если бы не его симфония патетическая, которую я услышал в музыкальной школе на уроке по литературе музыкальной, то, наверное, я бы остался фанатом Битлз. Потому что в это время у меня была группа. И это я посещал музыкальную школу для мамы и папы. Ну вот, я заболел просто музыкой шестой симфонии. И буквально со следующего дня ко мне пришло такое решение. Что вот я буду продолжать заниматься именно классической музыкой. И что самое невероятное, что и до сих пор для меня эта симфония лучшая в мире, когда-либо написанная кем-либо. Петр Ильич Велик. Продолжаем обсуждать и ждать результатов первого тура в номинации «Скрипка» 17-го международного конкурса имени Чайковского. Вспомним. Меня очень сильно впечатлило, как мы начинали слушать конкурсантов. И с чего каждый начинает. Обычно это произведение Баха. И тебе есть что сказать, я вижу. Ксюша, мне есть что сказать. Хотел тебе сказать вот что. Только что у нас был гость, не только что, уже больше часа назад. Рудольф Тан, журналист, музыкальный критик. И мы с тобой задали ему вопрос, на мой взгляд, действительно интересный. Как он оценивает обязательную программу конкурса Чайковского, насколько она сложна, насколько она способна передать и показать, раскрыть, наверное, даже самое правильное слово, каждого участника со всех сторон. Конечно. На что Рудольф Тан сказал нам следующее. Давай, давай ты будешь за Рудольфа Тана. Ты мне сложную, ответственную роль предлагаешь. Он сказал, что, безусловно, программа составлена таким образом, чтобы показать все возможности музыканта. Это сложная программа с точки зрения виртуозности музыканта, с точки зрения... А вот мне больше понравился комментарий про стилистику, да, он прозвучал вчера, но действительно стиль самого скрипача, ведь обязательная программа, она построена, как я уже много раз говорила, по канону, да, практически. Нужно уметь исполнять музыку Баха обязательной, о чем наш сегодняшний гость тоже упомянул. Как без Баха вообще жить на этом свете? Ты помнишь наше интервью с Павлом Милюковым? Да, конечно. Помнишь, он сказал, что на тот момент мы прослушали, по-моему, это был первый день, шесть конкурсантов, я говорю, Павел, каково вам, значит, что вы слушаете, к примеру, вальс Чайковского, уже прослушали шесть раз, еще два впереди. Только это было про 24-й каприз? Допустим, допустим, про 24-й каприз, потому что и то, и то, это обязательная программа, и вальс Керция, и каприз, 24-й каприз Паганини звучат одинаковое количество раз, без этого не может. 25, в первом туре. Да, совершенно верно. И Павел сказал, что вот в этих обязательных произведениях, которые звучат у каждого, которые исполняет каждый музыкант, он не услышал ни одной ноты. Так может быть, это и есть та самая разница в стилистике? Или все-таки это разное? Ты задаешь очень сложные вопросы, потому что лучше об этом спрашивать наших гостей, самих исполнителей. Стилистика — это очень непостоянная вещь, то есть она либо есть, либо ее нет. Бах можно исполнять разными способами. Некоторые из наших участников говорили в своих видеовизитках, что они, например, занимаются эпохой барокко, стилистикой барокко. И это дает им большое преимущество, потому что даже внутри одного произведения это может звучать абсолютно иначе. А если вы действительно занимаетесь историческим исполнительством, то там и конструкция смычка будет другая, и расположение смычка на струнах и так далее. Это такие подробности, которые тоже влияют на стилистику, но в данном случае все более или менее выровнены благодаря вот этим вариантам. Бах! Либо чекона, либо адажу и фуга. И мы с тобой ввели небольшую собственную статистику, что большинство выбирают именно известнейшую чекону. И чаще всего начинают с нее программу. Давай тогда... Помню. Отвечу на твой вопрос. Ксюша, я помню. Давай тогда перечислим оставшиеся композиции из обязательной программы. И я уверен, что зрители, безусловно, за эти три дня, с 25 попыток... Даже я выучил все произведения обязательной программы, но на всякий случай... А я уверена в наших зрителях, что они и так это знали. Что в обязательной программе первого тура номинации скрипка в конкурсе Чайковского необходимо исполнять, как я уже сказала, произведения Баха. Это либо адажу и фуга, либо чекона из третьей партиты. Затем идут каприсы Паганини. Это очень важное произведение для произведения и цикл для скрипачей, потому что, помнишь же, и Гуди Минухин называл это вообще новым заветом скрипачей. Хотя этот цикл был написан через 90 лет после первого подобного цикла 24 каприсов. Да, Пьетро Локотелли написал сначала, и потом, я, конечно же, знаю, кто писал, и потом, когда уже Паганини писал, делал свою часть, собственное сочинение, в 24 каприсе он цитирует Пьетро Локотелли, тем самым отдавая дань уважения. Мне кажется, вообще очень красивый жесть. Конечно, и вообще цитирование это тоже отдельная тема, но в данном случае это такой, как мы говорили, оммаж предыдущему старому мастеру, который предложил такой вариант, такое разнообразие скрипичного мастерства представить в своих произведениях. Так вот, помимо 24 каприса, каждый конкурсант выбирает любой другой и исполняет его в обязательной программе. Еще обязательным инструментом на конкурсе Чайковского является произведение Чайковского, и в данном случае это вальс с керца, опус 34, который также звучал на протяжении трех дней первого тура 25 раз. Это обсочинение, которое Чайковский написал изначально для скрипки с оркестром и позже создал авторскую редакцию для фортепиано со скрипкой. Написал он ее специально для своего, ну можно сказать, в подарок, да, или специально для скрипача ученика, который у него проходил курс композиции Йосефа Котека. И именно с этим именем, кстати, связано и другое произведение, которое мы будем слышать также много раз. В финале это скрипичный концерт Чайковского, но в первом туре, конечно же, он не звучит, звучит вальс с керца. Я хочу напомнить вам о обязательной программе первого раунда. Прежде всего, голосови выполнили столовую. Программа не менее 40, не менее 40, но не менее 50 минут. И это включило, как я уже говорил, обязательные композиции, которые были вальс с Бах, Эдачо, и «Fugue» из соната номер 3 в C major или «Ciccone» из партита номер 2 в D minor. Также Паганени «Caprices», один из выборов, и второй – «Caprice» номер 24. Также в обязательном программе был «Waltz Scherzo», написанным Чайковским. Отлично. Ты все запомнил. Я думаю, что в следующем втором туре мы также будем легко ориентироваться в обязательной программе, и репертуар, который откроется тебе в этом туре, я надеюсь, что он будет затем твоей любимой музыкой. Я не сомневаюсь в этом. Я предлагаю тебе и нашим зрителям посмотреть небольшое видео с еще одного очень важного процесса, который много значит. Вспомнить все с самого начала, ты предлагаешь всем. Безусловно. Однозначно. И мне кажется, это очень важно сделать, потому что мы слышали всех, мы прослушали всех конкурсантов, мы с ними познакомились, и многие моменты зацепили и нас, и зрителей, и зрители об этом сами писали. Поэтому один из таких моментов, таких важных, волнительных, и я повторюсь, я говорил об этом раньше, возможно, даже интимных, жеребьевка. предлагаю посмотреть видео с этого момента. Это новое знакомство с теми конкурсантами, которых мы еще ничего не знали из первого дня конкурсных прослушиваний. So let's take a look at the video from our video blog when our participants took part in the lottery. I think number one will be the most difficult number. I think number one will be the most difficult part in the lottery. I think number one will be the most difficult part in the lottery. Of course, this is a big competition. I do my best to do my best performance. Ну, я хотела примерно номер 13, где-то во второй день, чтобы играть. Ну, третий день тоже нормально. Мы все с детства ходили на этот конкурс, слушали конкурсантов, переживали, наблюдали много лет. А сейчас вот уже сами участвуем, поэтому, конечно, это особенное мероприятие, скажем. Поехали. 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 Я хочу показать себя и не волнуйтесь, это моё желание. Я хочу показать свою музыку, своё исполнение. Это всё-таки скрипка. Нет, виолончель. Давай их объявим, чтобы все зрители онлайн-трансляции, те, кто, может быть, пропустил это в номинации виолончель, в другой трансляции, смогли об этом узнать и порадоваться за тех, кто прошёл во второй тур в номинации. Итак, ты готов? Да, пожалуйста, начинай. Никонов Даниил, Россия. Владыка Данила, Россия. Гузов Всеволод, Россия. Ефремов Богдан, Россия. Мухаммеддинов Камиль, Россия. Степанов Василий, Россия. Ли Дон Йол, Южная Корея. Зайцева Мария, Россия. Ли Йон Ын, Южная Корея. Синдетский Иван, Россия. Пак Сан Хёк, Южная Корея. Кан Йе Ын, Южная Корея. И давай тогда сразу переведём в догонку зрителям, которые тоже нас смотрят и которые говорят на английском языке. И если кто-то не успел себе всё отметить... У вас будет возможность это сделать прямо сейчас. Кстати говоря. So now we would love to tell you about the results of cello nomination, because we have these results. And they are... Никонов Даниил, Россия. Владыка Даниила, Россия. Гузов Всеволод, Россия. Ефремов Богдан, Россия. Мухаммеддинов Камиль, Россия. Степанов Василий, Россия. Ли Дон Йол, Саус Корея. Зайцева Мария, Россия. Ли Йон Ын, Южная Корея. Южная Корея. That's correct. That's in Russian. Синдетский Иван, Россия. Пак Сан Хёк, Саус Корея. Кан Йе Ын, Саус Корея. Я тоже хотел сказать Южная Корея. Я могу только порадоваться за всех участников, конкурсантов, которые сейчас радуются в малом зале Санкт-Петербургской филармонии и завтра уже вновь выйдут с конкурсными прослушиваниями на ту сцену. Опять же, я не могу не сказать этого еще раз. Дорогие конкурсанты, которые, к сожалению, не смогли пройти во второй тур. Это огромный опыт, это огромная удача и победа принять участие в 17-м международном конкурсе Чайковского. И мы повторим, что более 700 заявок было подано по всем номинациям для участия в конкурсе в этом году. И быть отобранным среди этого просто огромного количества заявок и принять участие, сыграть для жюри, увидеть других конкурсантов. Это огромная победа, это огромная радость. Не отчаивайтесь. Это тоже праздник и для них, потому что они вышли, они справились с этим уровнем, с этой сложнейшей программой, о которой мы сейчас с тобой говорили. Каждый предстал перед вами онлайн слушателями и зрителями. Каждый предстал перед огромнейшим, ответственнейшим и таким весомым жюри в каждой номинации. Это в любом случае ваша победа. Мы вас поздравляем абсолютно всех. Хотели бы вам напомнить, если вдруг вы забыли, что мы ждем того, когда члены жюри в номинации скрипка объявят результаты. Может быть, они уже готовы. Все волнуются, все трепещут. Я верю в это. Я в это искренне верю, что результаты уже готовы. Буквально за этой дверью, в соседнем пространстве, в самом зале находятся конкурсанты в ожидании, в таком же абсолютном ожидании, как и вы сейчас перед экранами своих устройств, как и мы сейчас здесь, в этом фойе. И, конечно, мы скоро начнем объявление результатов. Кстати, Ксения, ты говорила о том, что наши участники приходили смотреть в том числе друг на друга. Но, возможно, после жеребьевки они ни разу и не собирались все вместе в одном пространстве. Они увиделись на жеребьевке. Я уверена, что этого не было. Конечно. Конечно, потому что все равно это очень и волнительно, и, во-первых. Во-вторых, надо самому готовиться, самому репетировать свое выступление. И вот это второй раз, когда они после жеребьевки собрались все вместе, они видели друг друга. Я допускаю. Я, кстати, почти уверен, что они совершенно точно пересматривали записи. Ну, пересматривали точно, я уверена. И, кстати, пересматривали они почему, как ты думаешь? Хочешь, я тебе скажу? Давай. Потому что есть такая возможность, потому что мы транслируем все эфиры на сайте, на официальном сайте конкурса. Во всех номинациях хочется добавить еще. Чайковскийкомпетишн.ком, а также в нашей официальной группе во Вконтакте, также есть медиаплатформа Чайковский Лайв. О, это вообще отдельная. Почему я говорю, что есть такая возможность, что все эти записи сохраняются. И мы об этом говорили все время и вам, дорогие зрители. И, я уверен, об этом знали и наши участники, и потом с удовольствием пересматривали. И, я думаю, в том числе оно, помимо того, что доставляет удовольствие зрителям, это еще есть некоторое практическое применение для этого, потому что участник может потом пересмотреть для работы над ошибками. Обязательно. Это делается и не только на своих записях, но и на записях конкурсантов. Я уверена в этом. Это как прекрасная возможность поработать над материалом, над тем материалом, который звучит со сцены. И, да, я уверен, что потом они все вместе встречаются и просматривают видео, и есть возможность что-то обсудить и сделать выводы. Кажется, момент настал. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я готова сказать, что результаты готовы, чтобы их озвучили, поэтому пора передавать слово в зал. Мы передаем слово членам жюри и готовы слушать результаты. So now we're moving to the small hall of Moscow Conservatory to listen to the results which will be told us by your members. Уважаемые участники, жюри конкурса приняло решение допустить во второй тур, 13 участников. Ваши имена будут названы в порядке жеребьевки. Номер 3. Коган Даниил. Россия. Russia. Номер 6. Папушев Александр. Россия. Russia. Номер 7. Номер 7. Ким Кэ Хи. Южная Корея. South Korea. Номер 9. Номер 9. Цзян Иин. Китай. China. Номер 11. Номер 11. Тарасян Елена. Россия. Номер 13. Номер 13. Ли Хао. Китай. China. Номер 15. Номер 15. Уссов Михаил. Россия. Россия. Номер 17. Ло Чао Вэнь. Китай. Россия. Номер 18. Железный Леонид. Россия. Номер 19. Номер 19. Ислам Афравиль. Россия. Номер 22. Номер 22. Ли Александров. Россия. Номер 24. Номер 24. Якушева Инна. Россия. Номер 25. Залетел Черныш-Рок. Словения. Словения. Спасибо. 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 истинь. Видео. Да, мы услышали только что имена участников второго тура, этих 13 счастливчиков. 13 участников прошли. Можно одновременно выдохнуть, можно одновременно обрадоваться и одновременно расстроиться. Как так всего можно много сделать одновременно? Мы с тобой много раз обсуждали, что за эти три дня мы успели просто породниться с каждым из участников. Мы знаем каждого из них, знаем все о них. Ну, давай еще раз объявим результаты. Кто прошел в следующий тур? С номерами обязательно жеребьевки, потому что они сохраняются для дальнейшего порядка во втором туре. Номер 3. Даниил Коган, Россия. Номер 6. Александр Папушев. Номер 7. Кэ Хи Ким, Южная Корея. Номер 9. Иэн Цян, Китай. Номер 11. Ирина Тарасян, Россия. Номер 13. Хао Ли, Китай. Номер 15. Михаил Усов, Россия. Номер 17. Чао Вэнь Ло, Китай. Номер 18. Леонид Железный, Россия. Номер 19. Равиль Ислямов, Россия. Номер 22. Александра Ли, Россия. Номер 24. Инна Якушева, Россия. Номер 25. Рок залетел в Черныш, Словения. Номер 25. Родина, Россия. Номер 23. Даниил Коган, Россия. Номер 26. Александр Папушев, Россия. Номер 27. Кэ Хи Ким, Сауфа Коэрая. Номер 9. Иэн Цян, Чаэна. Номер 13. Йелена Тарасян, Россия. Номер 13. Хао Ли, Кэ Мэчжи. Спасибо тебе большое, что ты перечислил всех, потому что я буквально за каждого. Мы же переживали за них. Как три дня. И, конечно, та радость, с которой принимал зал, она прошла и сквозь меня. Мы находились там внутри, в этом зале, и это было великолепно. Это непередаваемое ощущение. Я думаю, что вы сами слышали. Я уверен, трансляция все-таки передает те потрясающие звуки, которые только что были в зале, которые наполняли наш зал. Просто сумасшедший восторг. Все время к нам пытаются войти люди, потому что все сейчас на этой волне переживаний и восторгов после объявленных результатов. Дорогие зрители. Нам осталось сказать, что завтра второй тур конкурсных прослушиваний и онлайн-трансляция начнется в 12.45. А конкурсные прослушивания начнутся в 13.00. Обязательно следите за мной. Да, мы вернемся к вам завтра в 12.45. Большое вам спасибо, что были с нами. Спасибо, что весь этот длинный эфир провели с нами в ожидании результатов. Мы узнали и про результаты пианистов, и виолончелистов. И, наконец, дождались результаты наших любимых, дорогих скрипачей. Спасибо большое, что были с нами за все эти красивые и нервные вечеринки. Спасибо большое снова. И увидимся в 12.15 до 1.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok